Давайте поговорим с вами про соответствие критерию последовательности чисел. На самом деле это будет два алгоритма, когда какое-нибудь число соответствует критерию и когда все числа соответствуют критерию. Допустим, все ли числа четные или какое-нибудь число четное. Когда это какое-нибудь, то это по сути поисковый алгоритм. А второе, это полная проверка критериев, в которой мы никак не можем ускориться, даже если мы уже нашли. А что же уже нашли? Мы можем на самом деле раньше остановить, если хотя бы один завален. Как только попался один несоответствующий, тоже в принципе можно дело останавливать. Но пока что давайте рассмотрим это математически как чисто индуктивные функции. Начальное состояние, то есть состояние для пустой последовательности. Когда мы ищем, то начальное состояние не найдено. False. Когда мы проверяем соответствие критерию, то для пустой последовательности у нас наоборот истина. Если вам вдруг спросят такое, в какой последовательности чисел? Все числа четные, правда. Все числа нечетные, правда. Значит, там просто нет чисел ни одного. Вот и все. Дальше. Перевычисление. Функция перевычисления будет выглядеть следующим образом. По сути, поисковый алгоритм работает на логическом или. То есть у нас, по сути, накапливается проверка критерий. Я поставил здесь критерий х меньше 5. Мы будем там сейчас для цифр обрабатывать, чтобы соответствовало. То есть это обычно сюда не сам х вставляется, потому что мы смотрим не для логической последовательности, а для числовой последовательности. Здесь какой-то критерий конкретно ставится. Ну и, соответственно, как только any стал true, то он true уже останется, и остальные критерии на самом деле уже будут не принципиальны. Но математически это будет записываться как логическая сумма. Обратите внимание, если назвать или словом логическая сумма, а false – нулем, то у нас полное совпадение с индуктивной функцией сложения. Теперь с all of, посмотрите, and назовем его логическим произведением. Он является логическим произведением, потому что он работает, когда истина умножить на истина. Истина и истина – это истина. Соответственно, а истина и ложь – это ложь. Если у нас в последовательности встретится хотя бы один несоответствующий критерий, то у нас all зафолсится. Понимаете, он как бы занулиться. Но начальное состояние истина – полная аналогия с произведением. Потому что этот алгоритм – это, по сути, логическое произведение всей последовательности. Давайте посмотрим на пример программы, в которой у нас будет реализовано. Так. Что мы с вами видим? Я сразу завел в одной программе две переменные. Они булевского типа. Для того, чтобы можно было ее использовать, я подключил библиотеку std-bull в C++. Не нужно ее подключать, она будет работать и так. И второе, для того, чтобы пользоваться естественными операциями или и end в этой их форме. Потому что в C есть операция или, она записывается вот так. Есть операция и, она записывается вот так. Но это не совсем естественно, не очень красиво. Так можно и нужно писать, конечно же. Ну, вот я пользуюсь привычными для паскалистов операторами и для питанистов. Вот, соответственно, для этого библиотека ISA 646. Стандарт, который ввел в языках программирования вот эти наименования. Вот. Ну и можно проверить, соответственно, про последовательность чисел, цифр. Из номера вынимаемых, все ли они меньше 5. Ну, давайте какие-нибудь все меньше 5. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. И вот мы видим, что у нас есть и хотя бы одно any, которое равно 1. И все тоже истинно. То есть все меньше 5 тоже правда. Возьмем последовательность, точнее число, которое сгенерирует нам последовательность, в котором будут у нас как меньшие 5, так и не меньшие. То есть 5, 6, вот у меня. И видим, что у нас all завалился и упал в 0, а any у нас по-прежнему единичка. То есть он нашел хотя бы одно число, которое меньше 5. Ну и давайте загоним еще туда последовательность, в которой у нас не будет чисел меньше либо равных 5. Я не хочу перегнуть, чтобы был overflow, потому что там вообще трудно предсказать, какие будут цифры. Но вот вы видите, что у нас завалился в false и any и all. То есть они вот в этом состоянии у нас находятся. Та форма, в которой я записал вот эти два алгоритма, вот это и это, и то, как вы увидели это в программе, встречается нечасто. Чаще всего пользуются альтернативной формой, и связано это с не асимптотическим, но реальным ускорением. Реальное ускорение поискового алгоритма состоит в том, что как только мы нашли хотя бы один, можно прерывать дальнейший поиск, то есть делать break из цикла. Но вы не можете внутри формулы сделать break. Как делается? Мы используем, по сути, переменную any, будем пользоваться как некий флажок, у которого в начале состояние false. Но если вдруг у нас критерий выполняется, то есть как только мы встретили число меньше 5, в этом случае мы делаем два действия. Первое. Мы поднимаем этот флажок, any равно true, и делаем break из цикла. Нет, конечно, так можно сделать только тогда, когда у вас, кроме поиска, никаких других индуктивных функций в этом же цикле не вычисляется. Мы не сможем так поступить, потому что мы не сможем в нашей конкретной и этой программе, не отказавшись от одновременного вычисления all-off. Но чаще всего все-таки происходит либо одно, либо другое проверка. Редко бывает объединяется. Здесь же обратная ситуация. У меня флажок по умолчанию поднят, но если вдруг у меня будет не соответствующий критерий, то я этот флажок опущу. То есть, если у меня not x меньше 5, в этом случае я сбрасываю all-off в false состояние, и дальше можно уже не проверять. Тоже можно прерывать выполнение цикла, и с этим all равным false, собственно, заканчивать. Понятно? То есть, all останется true только тогда, когда вот это условие не было выполнено ни разу. То есть, значит, раз это под отрицанием, значит, было выполнено вот это для каждого элемента, входящего в последовательность. Ну, что, собственно, и требовалось. Ну, вот про эти формы надо знать, уметь их, в принципе, применять. Переходите к следующему видео. Наша последняя индуктивная функция. Поиск максимума. Самое интересное и неожиданное.